привет друзья и сегодня мы будем снимать реакцию на николая соболева да ставьте лайк подписывайтесь на канал комментируйте сразу извиняюсь что на него снимаю реакцию просто не было на что еще снять реакцию монетизации в русскоязычных блогеров точнее в русских блогеров нету и сейчас мало кто снимает видосы к сожалению ну что ж мамы погнали всем привет с вами николай соболев вы знаете есть один парадокс я вот никак не могу в нем разобраться какой вы мне в этом поможете давайте лет мы отмечаем день победы военные парады стали регулярными с 1995 года этот парадокс сам праздник 9 мая стал сакральным и нам в школах постоянно рассказывали об ужасах войны нам вдалбливали этот важнейший посыл в голову если мы войну забудем вновь придет война это то из-за чего я лично считал этот праздник важнейшим в нашей истории и постоянно бы блин если честно я бы не сказал что этот праздник такой важный не знаю говорил это то чего не понимал в свое время рэпер моргенштерн 9 мая он не это не понимал он не понимал почему просто миллионы рублей идут на этот праздник миллионы для чего вопрос для чего типа можно на эти деньги скупиться ветеранам войны там едой хоть помочь хоть чем-то они эти все деньги кидают в этот долбанный праздник типа да крутой праздник просто какой-то пафосный парад на главных улицах вот 100 что этот парад очень пафосный самостоянная систематическое напоминание вот что случай это там не такой аж напоминание было там просто на это на этих праздниках было такое типа показать силу там русской армии что типа посмотрите какие у нас есть танки там самолеты и так далее там не было на этих праздников что типа война это плохо нет просто показывают оружие для убийства когда приходит война и так парадокс спустя 75 лет мы видим видео где какой-то полицейский с мемориала ногой стирает антивоенный лозунг кстати ребятки кто видела видос где питере на льду написали нацарапали точнее нет войне и коммунальные службы замест того чтобы там разбить лед или еще что-то взяли краской закрасили просто я так долго угорался этого видео если чё возможно прикреплю ссылку в комментах это такое угарные видео просто забейте в ю тубе типа как там нет войне в питере на льду и нам запретили говорить о мире нам запретили там такое угарные видео просто носить это слово война даже несмотря на то что в словаре ожигова черным по белому написано война это вооруженный конфликт между государствами или племенами я хотел бы обратиться к своим школьным учителям вы меня зачем вот так вот дезинформировали зачем вы подвели меня под уголовную статью своими гнусными определениями ведь очевидно что то что происходит сейчас это на самом деле никакая не война это спец согласен не война рация и по-другому давайте зафиксируем быть никак не может потому что на протяжении долгого времени нам говорю пару плиты войны между украиной россии не может быть информация да как война украина и россия война делай на тут война где так пресс-секретарь российского лидера дмитрий песков сегодня назвал все то что устроили на западе вокруг мифической агрессии россии против украины глава мид еще мне вот нравится как в новостях русских просто серьезным таким лицом говорят что это не война просто я так лораю четыре года назад отрицал типа здравствуйте граждане россии то что сейчас происходит в украине это не война это спасательная операция и тупо серьезным лицом возможность так просто воевать с украиной мы не будем посмотрите на лицо тупо серьезное лицо одни войны я не представляю всех как этого вы понимаете как россии иногда 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 это является проявлением нервного срыва и слабость об этом не раз заявлял и сам президент никакой войны не будет неужели будет война исхожу из того что это невозможно живите спокойно он публично говорил что это в принципе как бы невозможно себе даже представить нет мне это не беспокоит потому что мы не собираемся не будем воевать украинским народом вот именно поэтому я считаю никакой войны случиться не могу не с украином а с украинским народом спецоперация запомним и сейчас там воюют не военные там совершают операцию оперативники и санкции как говорят никаких нет это на самом деле финансовая операция и да вот мы санкции нету нет нет доллар повысился то что вы такое говорите такой точке и знаете если фоне пять лет назад сказали что владимир путин начнет спецоперацию против комика из квартала 95 которая кажется нациком наркоманом и будет созваниваться с илоном маскам и просить интернет в украину после чего из россии уйдет икея microsoft вообще все уйдет нам запретят перемещаться по европе а двухлитровый mercedes е-класса будет стоить 16 миллионов рублей я сколько сколько что сейчас высыпят на улицу огромное количество помещений после дилеров потому что они будут закрываться сейчас как семечки просто я бы честно говоря никогда не поверила с уходом виза и mastercard встает еще один интересный вопрос а мы можем легально использовать карту мир если мир сейчас запрещен или нет очень много главное вот все что я сейчас перечислил на самом деле какая-то ничтожная часть того что произошло всего лишь за полторы недели этого спец согласен мара повторюсь полторы недели давайте пройдемся по порядку отметив какие-то ключевые моменты закрытие youtube в россии честно говоря ребят я вот в первый раз нет не будет вот что что ну youtube в россии не закроют я даю сто процентов потому что для youtube а еще важны зрители вот блогером отключили монетизацию это плевать потому что они понимают те кто работают в ютубе что блогеры может брать рекламу и блогеров может покупать рекламу поэтому блогеры не уйдут с youtube но зрители если они сейчас закроют youtube зрители может уйти допустим тот самый тик ток или в тот самый youtube допустим поэтому нет не закрою за это точно не переживайте ситуации я понятия не имею выйдет ли это видео я для кого-то это записывали просто и просто youtube же стоит что всех есть vpn даже для чего вам переживать если у вас есть vpn подрубили зашли на youtube чеки смотрите мои реакции все типа для себя в стол потому что вероятность можете даже vpn включить просто ежемесячно там подрубить и vpn на срок там один месяц и он будет вас всегда там высвечиваться ровки ютюба это правда она огромная как задница в которой проблем нет безумное количество моих коллег спешно покинули нашу страну ютюберов на самом деле популярных в россии но почти что не осталось независимые сми такие как дону салася москвы не думал что она когда-то закроется вечерний орган прекратили свое обещание до свидания спасибо передача иван орган вы будете всегда со слезами на глазах вспоминать это время на данный момент что серьезно блин ну вечернего урон то очень жаль типа крутая передача была вот в россии приостановил twitter facebook и даже тик ток так вот что насчет тик ток больше а я что-то про тик ток и даже не знал ну смотрите фейсбук мне кажется еще закроют instagram потому что это одна и та же одна и та же фирма типа фишбук и instagram поэтому instagram тоже можно закрыть ну youtube нет не думаю в течение нескольких недель я хотел бы верить что это не так но мы только в начале пути монетизации больше у авторов россии нет ну монетизации на принципе как бы больше но особо не существует тем не менее несмотря на все события я кстати у меня тоже что-то монетизация стала очень плохой типа когда-то было больше сейчас что-то очень плохо пошла не знаю что решение остаться в россии и остаться и вещать на этой платформе вот вплоть до закрытия youtube а потому что мне отвратительно сама мысль что я должен куда-то бежать из своей страны что я должен просто оставить все что я строил долгие годы и просто соболево остался в россии блин что-то прям не очень верится своими зрителями восемь лет ироничное число я дел пранки розыгрыши социальные эксперименты клипы скетчи новости больше 500 роликов снял больше миллиарда суммарных просмотров было на каналах сейчас но может быть все может быть вот вот как выглядит конец поэтому я хочу не будет просто конец какой конец типа подрубил vpn и дальше записываешь своим подписчикам что просто даже жаль что отключили монетизацию для блогеров потому что они ни в чем не виноваты можно отключить допустим монету тем блогерам которые снимают политические ролики типа влаще отключить нафиг я завел безусловно свой телеграм-канал я буду активно ввести в случае блокировки ютюба в россии телеграм-канала станет моей основной площадкой ребят я очень редко вас о чем-то просил очень редко вас о чем-то прошу ну кстати сейчас пущу каждого есть телеграм-канал сейчас тот самый момент я очень хотел попросить перейти по ссылке в описании подписаться на мой телеграм-канал потому что это по сути единственная возможность остаться на связи если заблокируют самые разные социальные сети сейчас возможно все если заблокируют нашу любимую площадку наш любимый сервис youtube спасибо это будет очень плохо что в условиях того что потому что 63 вроде процента нет 53 процента моих зрителей из россии дальше 41 процент с украины и остатки уже там с казахстана еще с разных городов прямо сейчас беларусь вроде тоже есть не помню сколько процентов вращиваются на наших глазах это крайне важно я честно говоря не уверен что наши стороны смогут как-то договориться переговоры россии украина говорится не думаю во первых я хотел бы передать слова поддержки всем мирным гражданам украины которые оказались в этой ситуации с призрачной надеждой что страны договорятся вероятность крайне мало каждый раз мы очень мало мы ждут эти переговоры с трепетным ожиданием но может быть сейчас я лично не испытываю ничего кроме скепсиса не только потому что нашу делегацию возглавляет мединский не только потому что украинская сторона несет физические потери тот настрой с которым владимир путин там очень большие потери поэтому нет я не думаю что будет мир организовал спецоперацию по декоммунизации мы готовы показать вам что значит прям вообще не душа я еще и декоммунизации ну давайте будем честными он никак не располагает к тому что в процессе какой-то дипломатии наши стороны встанут и дружелюбно пожмут руки и все вот эти железные тактах пожали руки потом такие на просто даже не кстати ребятки очень крутое интервью было в дудя я думал заснять реакцию ну потом посмотрел что она соли час полтора плюс моя реакция там выйдет где-то на два часа подумал что нет нет не буду лучше так смотрите но интервью очень крутое посмотрите мнение возможно ссылочка будет в описании владимир путин поднимал ставки на или в комментарии все свои политической карьеры и сейчас заднего хода просто нет это безумно предполагать что после этой до сейчас прям заднего хода уже все типа только вперед назад нельзя истории это исторический факт можно как-то взять и вернуться в исходное положение под гнетом санкций и уже после того как ты привел в боеготовность ядерное оружие перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства ядерное оружие да друзья они что россию напугать решили слово ядерно вот это жестко живу даже по лицу сергея шойгу можно ну понять догадаться насколько это однозначно и насколько это однозначно страшно именно поэтому это она что упал я просто только что смотрю она так летела именно того вот эти эфиры на федеральных каналах выглядят как ну какой-то полнейшее безумие так называемая ядерная триада вообще не понимают как это разрешено как такие обсуждения могут вестись вот сейчас особенно сейчас всего наши подлодки способны выпустить более полутысячи ядерных боегал ты просто спроси как они не боятся потом на улицу выйти и по гарантированно уничтожают сша и все страны нато в придачу у нас уровень тревожности повысился за последнее время в десять раз вы рассказываете о ядерном оружии и о том как мы можем кого-то уничтожить зачем нам мир если в нем не будет россии впрочем вот тут хоть а вот это кстати цитату я слышал от путина украл старый пердун убавить обороты чуть вас успокоить в контексте вот первоисточника той самой фразы зачем нам такой мир если там не будет россии вот просто было не ровно я но я надеюсь что это остается в силе что превентивного удара у нашей страны его как бы нет в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара есть у нас летит и только после этого какая-то ядерная боеголовка вылетает в ответ для человечества это будет глобальная катастрофа дальше вода пара светлая мысль мне кажется уже никого не успокоит мученики попадем в рай они просто задохнут хотя знаете я даже проводя опросы на улицах встретил немало людей которые в общем-то против применения ядерного оружия ничего такого не имеет такой вопрос как вы относитесь к применению ядерного оружия очень плохо вражеским странам а если по ним туда хорошо да отлично там убивать и мирных граждан круто ну не дам путин предупреждать дядька конечно того дал пугать россию не надо короче хорошего мало экономически я думаю что многие из вас уже как-то догадались что мы находимся в страшном дерьме масштабы этой беды вот не то что дерьме я бы сказал чем но не хочу чтобы мне отключили монетку экономических возможностей россии хватит на несколько месяцев может быть на полгода если вы до сих пор не догадались если вы до сих пор этого не поняли то к сожалению в течение нескольких месяцев это поймете когда увидите они возможны пустые лавки супермаркетах поэтому да может быть не самая лучшая идея сейчас закупать доллары многие говорят что это не нужно делать не покупайте доллары они вам не нужны покупайте землю и недвижимость по волжье пиздец короче не забывай даже соболе вот такие предметы первой необходимости и отдавайте отчет в какой ситуации мы сейчас находимся потому что очень плохой рынок российских ценных чтобы вы понимали он просто так намекает что если хочет и нормально жить сваливайте страна зила туалетная в россии не взлетит ни один самолет кроме военного в россии начнут переставать работать вышки в россии перестанут работать программное обеспечение жизнь будет вообще такой какого его не видели приблизительно три предыдущих поколения но вы шутите я не шучу потому что я понимаю механизм действия этих санкций это если рассуждать экономически если говорить политически то есть примерно две самые популярные полярные призмы через которые можно смотреть на текущую ситуацию экстремистская призма это некое мнение о том что на самом деле америка и коллективный запад они не преследуют цель захватить нас поработить уничтожить а украин что серьезно на украинские мирные люди они на самом деле не хотят освобождаться потому что ну и что серьезно да ну так шутишь так соболев не неси какую-то хрень без того чувствуют себя свободными и без полков рамзана кадырова на своей территории есть такое мнение но давайте все-таки вернемся к официальной призме это мнение о том что нато подступается все ближе и ближе тем самым создавая какую-то угрозу безопасности жителей нашей страны это прямая угроза безопасности россии в то время как преступная группировка нациков и бандитов я просто смотрю на его лицо и не могу понять или он шутил типа или он правду говорить тело режим на украине и это конечно срочно нужно как-то менять но я смотрю есть вырезки значит он говорил говорил потом такой господи что я за чушь несу не прямо не объявим что с нацизмом нацизм это бешеная собака какая у нее классная просто такое чувство будто бомжи там праздновали такие новый год и она такая отдали это моя елка бака синие разговаривают и и пристреливают именно этот фашистский режим и привел нас к этому конфликту который мы пытаемся как-то ну регулировать как-то наладить наши взаимоотношения вот с помощью этой специальной операции подавляющая часть украинского народа я уверен желает мира своей стране желает избавиться от этого позорного режима и тут стоит сказать что подавляющая часть российских мирных граждан они действительно поддерживают эту военную спецоперацию действия президента это показывают различным дастом различные опросы левада центра это инагент я напоминаю это правда русы которые мы провели на улицах нашего города они тоже это показывают что думаете по поводу спецоперации я считаю что это зло но неизбежная иначе наверное нельзя было здесь что в целом россии не было других вариантов нехорошо какие варианты есть но наверно уже вынужденные меры ну во первых я за правду я за россию всегда и остаюсь мужа я действительно защищаем страну нашего но какой у бабки волос типа такой низкий я думал что то вот это человек говорит говорит бы они либо мы то есть да не спрашивают каких-то стариковки мужа телек промыл мозги типа фашизм я против фашистов если бы не мы то через день по вашей за против фашизм братья подгони там 50 рублей на водку была бы бомбежка уже на нашей территории вы считаете по-другому нельзя было поступить это америка мы никуда же не лезли тяжело так сказать что именно я думаю ничего хорошего особенно с ценами с нашими вы не поддерживаете спецоперации но я поддерживаю этого давно надо было сделать почему не могу ответить вот именно на это поддерживаете но не знаете почему да потому что мне так соловлевка сказал это мой друг по телеку да я считаю так что это самое что путин правильно поступил надо было еще девять лет назад это все делать для чего чтобы наши это все наши россии мы сейчас чернобыль уже взяли приднестровье кстати тоже наши одессы мы чернобыль взяли это четко забирайте чернобыль вот этого дядька на нужно в чернобыль послать держит возле реактора все таки вернется и будет я очень уважаю нашего президента слава тебе господи такой появился у нас с 2000 года и за нашу держалу мне не обидно ситуация клавишка и сегодня действительно реально подняла его нету бабки прям волос в глазах большинство россиян я думаю что я гражданин российской федерации если наш руководитель принял такое решение то мы как законопослушные граждане и должны и обязаны посмотрите на лицо ребенка он так и такой господи папа что-то несешь вы исполнять а вы если думаете по-другому то вам нужно подумать скажите как вы думаете повлияют ли на нас санкция я думаю что мы к ним приспособимся ну ничего проживем ну ничего на хлебус и хватит понимаете вот на лодку на рву отношения не всегда были есть и будут наши заводы уже выпал выпускает эту продукцию поэтому в языке и однозначно их дорогих цен мы обойдемся это раз в икея дорогие цены наши ребята за ту же зарплату будут здесь работать еще лучше честно сказать америка в сраке почему у нас 43 ядерный балл не тряси всего какие вот такой топову блин и правда америка в сраке согласен мы не снимали его в павильонах мосфильма это реальные мнения людей на улицах и я здесь хотел бы подчеркнуть еще одну важную вещь вот мало кто из нас вот ничтожный процент действительно знали каких-то планах мало кто ну просто предполагал что военная операция возможно самое главное это конечно уже понятно что неизбежная война с украиной путин готов войти в украину это будет год немирный это будет год когда наконец россия станет снова великой страной более того люди которые оказались снова снова станет великой страной выглядели весьма сомнительно оказались правы все городские сумасшедшие все даже несмотря на это в большей степени мы геополитическими экспертами с вами не стали мы ну просто жалкие букашки и на самом деле не знаем ровно ни хрена именно поэтому я дистанцируюсь от выражения какой как какого-то мнения потому что это просто уголовно преследуется но один вопрос все-таки встает в моей голове прямо сейчас встает щиту городов стали известные боксеры звезды шоу-бизнеса и стойте так он не только и боксер так он стойте кого вы показали а ну-ка а ну но один вопрос все-таки встает в моей голове прямо сейчас на защиту так он боксеры так он маркиева ту городов стали известные боксеры известные боксеры бизнеса многие очень многие обычные люди вот как с этими людьми можно будет подружиться вот как как с этими людьми можно будет подружиться как бы насильно и существует ли это насильная дружба вот эти вот учителя дезинформаторы в школе учили меня что ее не существует нравится не нравится терпимая красавица по-другому не получит а вот это у него наушники конечно а терпеть сейчас придется очень многим тупо такой наушник это провод и вот на самом деле главный вопрос спецоперация вот когда все закончится остановить ребята я не хочу я думаю я думаю что не знаю в конце этого месяца вот мне что-то так кажется что в конце этого месяца не знаю почему но никого пугать конце марта я не хочу наводить панику но как говорил герой моего предпоследнего выпуска и пацаны я вам скажу дальше это только начало конца давайте по порядку вот когда только все это заварилось было в телеграме какой-то фейковый вброс короче смотри путин выделял три дня знаете как во времена начала пандемии вырод фейковый вброс про подругу из администрации которая знает больше чем знают другие вроде горят снайпера хорошо отработали его завалили в этом аудиосообщении рассказывались какие-то знаете что я скажу вам что корона оказывается экстрасенс потому что когда война началась корона где-то исчезла по ходу сразу выехала стран там с украины и руси рака так я сваливаю сильные вещи я еще раз отмечаю это скорее всего фейк там рассказывалось про разные подвиги а вот эти нацики проходили спецподготовку их готовили инструктора британские американские рассказывалось про то что вот эти нацики бандиты они вот в шаге от того чтобы взорвать ворот саркофаг подорвать чернобыль эти готовы подохнуть но взорвать блять этот саркофаг чернобыльский и например там была эксклюзивная информация о том что президент зеленский собирается вот-вот сбежать с ящиками валюты эрдоган прислал сам валюты мне идет сначала на минуту подумал что с ящиком пиво так сбегаю страны под ящик пиво взял такой погнали в этот аэродром борисполя и чтобы зеленского эвакуировать и 6 тонн валюты евро и долларов эвакуировать 6 тонн тази как вы знаете было очень много для чего 6 тонн валюты сразу золото так 6 тонн недель какие-то выводы а можно еще самолеток золото сделать и уехать первоначальные мы можем с вами сделать какого-то сумасшедшего блицкрига в ходе которого как многие фантазировали многие мои друзья в том числе за два-три дня возьмут киев не произошло не произойти два-три дня самом деле не могло потому что это просто нереалистично согласен типа за два-три дня взять столицу страны типа что что реалистично и так субъективно и предположительно вся эта спецоперация вполне может растянуться на долгие долгие месяцы что будет вследствие нет мне что-то не кажется что она прям затянется очень долго нет типа нет первую очередь она требует больших денег как бы да вот вот поэтому она не затянется потому что очень много бабок идет они закончилось все равно ситуация не облегчится санкции останутся и до этого времени скорее всего еще усилить для того чтобы зарабатывать деньги нужно торговаться торговаться с нами особо никто не хочет вот эта культура отмены сработала в отношении целой страны сейчас не будет вам прощения не будет своих товаров мы производим недостаточно конечно мы можем национализировать икею неужели вы думаете что мы после этого не национализируем ваш сраный заводик я ровно это сказал друзьям я говорю послушайте а чего мы не национализируем просто таки краснотонцев 56 магазин сладких снов конечно можно вот прямо сейчас взять вот эту землю это наша земля куда мы их благосклонно пустили мы сюда пустили на пустили продавать нам же их же диван и вот можем согласно вот это неплохие взять и национализировать можем просто взять и просто наладить свое простое производство кнопочку нажали и все и все еще вот эти все и все языки которые сейчас попали в красную книгу их продают по 5000 рублей все их я только что увидел 5000 рублей так ну такая где-то у нас стоит рублей тысячу рублей 1200 ребятки я набираю акуленков давайте на гражданку пришли я вам продам по 4к эти диваны замечательные вот теперь это все наши это нарушает их патент да плевали мы на их патент конечно вот сейчас вот мы можем поднять производство наладить сельское хозяйство построить заводы а создать свои российские суперкары автомобилестроение да с этим раньше были крыши гулей определенные проблемы владимир путин первым делом попытался открыть багажник но тот почему-то заклинило вот сейчас можно приставьте путина на этой тачке такой не заводится так нужно отручать начать вот сейчас можно сделать наши и телефоны российские компьютеры они у нас уже свои а через полгода будут еще лучше а вот как они у нас окажутся мы не скажем если ты съел бобра это еще не значит что ты научился строить плотины мы все это переборим мы были готовы это они не были и что раньше то не сделали вот почему не почему не сделали в какой-то более благоприятный потому что они были готовы ну не совсем и мне нет сейчас и ресурсов на это нет сейчас и денег никаких на это нет кризис минимум года на три жесточайшие умножайте кризис 98 года минимум правильно сказал тут рассчитывает на какую-то сверхуспешную торговлю с китаем который заменит нам абсолютно все там начинает полупроводников заканчивая торговля с китаем а что можно продавать китайцы так они они там все сами вырабатывались не знаю китайцам что-то продавать семенами китай не сможет заместить нам примерно половины той номенкулатуры которую мы покупаем самых разных наши скажите мне просто один вопрос задам вам всем вам зрителям и вам что не вырабатывает китай именно не вырабатывает я что-то смотрю китай все делает игрушки там телефоны то 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 все что можно продать китайцы ты хозяйство работает на импортном 7 чистый воздух ванночки нам фонде импортных мальках импортном племенном скоте импортных комплектующих для техники на импортных системах для обработки полей на импортных присадках на импортных лекарствах для животных и так далее так далее так далее так далее ну конечно друзья мы с вами можем прожить без икеи без макдональдса и без нетфликса и без контекса и без дюрекса мы можем не смотреть если без дюрекса то то потом мы будете как китай никуда в принципе не летать но вот вопрос а чего раньше мы это все так любили а почему раньше мы этим всем так охотно пользовались и тратили на это деньги но на самом деле насрать на эти вещи и потому что вы были тупые мы безусловно проживем в первую очередь жалко людей жалко обычных людей жалко любых которые сейчас не смогут реализовать никакие свои амбиции вот это согласен решаться своей жизни жалко всех вот это тоже согласен сейчас оказался в этой ситуации мы столько всего построили мы знаете столько всего сделали для блага нашей цивилизации мы запустили столько процессов а договориться просто не можем удачи всем ребята я надеюсь мы еще увидимся до скорых новых встреч ну чтож на этом все ребятки ставьте лайк подписывайтесь на канал комментируйте пишите как вам вот этот выпуск вот эта реакция на особо левая если честно мне понравилось типа говорил все по факту в некоторых моментах смешно некоторые грустно круто мне понравилось что скажу про youtube вот мне кажется что youtube не закроет вот не знаю что то мне кажется что не закроет главное чтобы блогеры и дальше продолжали снимать и судьи видосики а люди могут и подрубить vpn и дальше пользоваться youtube ну чтож всем до встречи хорошего настроения желаю вам чтобы у вас было все хорошо пока